Решили сходить в местный магазин, в тот, в который ходят японцы. Ну, первым делом, вот яблоко, 128 йен. Одна штука. Все, конечно же, вот так вот упаковано красиво. Это апельсинчики поштучно. Это за килограмм. 298 йен. Виноград. Ну, короче говоря, вот такие цены. Картошка. 200, ну, 198 килограмм или мешочек, непонятно. Ну, вот так вот продается. Продуктовый набор. 230 йен. Ну, это примерно, где-то, скажем так, 150 рублей. Вот продаются картошки поштучно. Одна штук 79 и лук 88. Одна морковка 89. Смотри, лучше сюда. Что это? Это сладкий картофель. Говорят, очень вкусно. Здесь всякие овощи, салатики. Ну, цены, видите. Грибочки. Одна упаковка 248. 100 йен это 60 рублей, если так считать. Помидорки. Помидорки 398. Одна упаковка. То есть, вот две помидорки, это стоит 400 йен. Это где-то, ну, 250-260 наших рубликов. Рубликов, рубликов. Дайкон натертый. Вот дайкон дешевый. 100 йен. Лимончики. Одна штука. 128 йен. Ну, 80 рублей где-то. Ну, ладно. Идем дальше. Ну, это добра здесь много. Это покупают, и это, говорят, вкусно. Да, да. Как это? На другой планете. Понимаем мало. Ну, столько всего интересного. Знать бы еще, что к чему. Ну, тут всякие, то, что заваривается, мису, супы и прочее. Очень вкусное написано. Ну, короче говоря, купить очень сложно. Ну, я теперь жалею бедных аностранцев, которые заходят к нам в наш магазин. И вот так же, как мы, смотрят на все это. Ну, еще раз покажу. Это целый прилавок со всеми этими лапшами, рисами, раменами и прочее. Ну, мы до этого не дошли. Наскорных хорошо. Дошла до всяческих приправ. Ну, что-то можно подобрать. Это, видимо, рис посыпать. Вот всякие есть приправы для посыпки риса. Ну, короче говоря, сувениры можно брать здесь. Ну, там рис в товарных количествах продается. Здесь всякие присыпочки, зернышки, фасоль. Ого-го, недешевая. 600 грамм 300 там, наверное, что-то. Ну, а дальше пошли какие-то неизвестные штуки. Ну, короче, все на ощупь, все на пробу. Будем пробовать. Вот всякая селёдочка тут есть. Рыбёшки. Морепродукты 340. Кальмары. 298. Разделанная рыба. Причем будет с продажа. Ну, что-то вот могу прочитать. Та-ра-ку. Та-ра-ку. Так, мясной отдел. Продается в основном нарезка, куркового мяса нет. Вот 400 йен мяса в специи. Это какие-то крылышки куриные, что ли. Мясо. Мясо. Мясо вот нарезанное, как бекон. Это вот готовить в котелочке Небе. Вот, который, не Бе, который мы сегодня кушали, который над огнём стоит. Это мраморная говядина. Кусочек стоит 1680. По-нашему это где-то, ну, 900 рублей вот такой кусочек. Мясо дорогущее. Много не поешь. Вот, курочка. 264 ладочек. Ну, это 150 рублей наше. Парш. Ну, короче говоря, такие цены. Это колбасного отдела. Вот такая нарезочка. В двух, ну, сколько там, четыре кусочка стоит. Это стоп. Семьдесят девять. Ну, по-нашему, 80-90 рублей. А, еще ко всем этим ценам нужно прибавлять 8%. Потому что это налог. Его берут на кассе. Колбаски. Ну, вот. Так. Колбаски. Тут из знакомого только вот лапша. Причем, я так понимаю, что они не очень много готовят дома. То есть покупают какие-то такие вот полфабрикаты. Только залей воды и все такое прочее. Здесь какой-то лучок, что ли, маринованный. Ага, вот огурчики нарезанные. Помидорчики соленые. Всякие тофу, наверное. Короче, как это? Тяжело быть. Непонятливо. Я прочитать могу, если буквы. Но когда иероглифы, я такого количества иероглифов не знаю. Ну, везде написано ойщи. Значит, вкусно. Дошли-то яиц. Яйца продаются, ну, почти постучно. То есть вот 4 штуки стоят 119 йент из налога. Это у нас получается... Ну, 70 рублей, что ли. Здесь 4 штуки стоят 158 йент. 2 штуки стоят 88 йент. Можно купить 2 яичка, например. По 6 продают. Тонари пользуются большим спросом. Здесь, в принципе, с голода не умрешь. Есть все готовое. Можно есть так, можно положить на кроваволновку. Тут тоже куча всяких полуфабрикатов. Пай да ешь, как говорится. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok